Друзья, всем привет, с вами Яков. Вот наконец-таки появилась еще очередная порция новостей о компании Blizzard по поводу Diablo 2 Resurrect. Итак, как мы знаем, релиз уже состоится 23 сентября, и вот к этому релизу, а также к бета-тестам, которые будут проходить в августе, компания Blizzard делает некоторые переработки в игре. Давайте скажем корректировки. Первый момент касается графических эффектов, и тут нам компания Blizzard показывает различные умения, в частности умения чародейки, снежная буря. И тут невооруженным глазом видно, что та буря, которая была в оригинальной игре, на технической Альфе она смотрелась как-то слишком дешево. То есть эти потоки ледяных осколков как бы падали прямо перед нами, а вот уже в переработанной версии это действительно буря, которая возникает за экраном. Согласитесь, смотрится гораздо лучше. Также, как обращает внимание компания Blizzard, она поработала над другими скиллами. Допустим, над аурой паладина Священных Холод. Во всяком случае, визуальный эффект этой ауры, чтобы мы могли отличать, какой противник попал под действие заморозки. То есть перед нами на экране, допустим, 20 противников, некоторые вдали от нас, некоторые поближе к нам. И чтобы мы четко представляли, кто заморожен, точнее замедлен, а кто нет. Также компания Blizzard работает, точнее поработала уже над анимацией замерзших противников. То есть если они раньше в технической Альфе выглядели таким цветом, не знаю, бирюзовым или нет, 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 Аква. То сейчас вот эти вот замороженные противники, они будут смотреться действительно такими полуледышками. То есть синеватый цвет перебретается у них. Как мы знаем, Diablo 2 Resurrected делает акцент на деталях. Детали относительно всего, доспехов, окружающего мира, звука, как и визуального отображения абсолютно всего, что будет попадать к нам в инвентарь. Чтобы все, что мы будем видеть на экране, как минимум радовало наш глаз. Потому что в этом-то и заключается, по сути, ремастер. Абсолютно все значки будут скорректированы. Также разработчики отметили рубрику изменения, которые будут влиять на качество игрового процесса. То есть у нас будет возможность настройки нашего меню. Другими словами, это некая система фильтрации. Уже существующий автоматический подбор. Золото, конечно же, никуда не денется из игры. Также очень радует, что разработчики вводят дополнительные вкладки в сундук. Притом общего характера. И если на технической альфе у нас была одна вкладка, всего лишь дополнительная, то теперь их становится три. А это, дорогие друзья, поверьте, очень классная новость для тех, кто играл когда-то в Диабло 2 оригинальную. Там у нас была одна секция, и то маленькая, а здесь у нас получается в итоге в сумме четыре, но большие. То есть мы можем хранить там гораздо больше предметов. Ну и как вы видите, дорогие друзья, моя шутка подействовала. Мы проблему высмеяли, и она хоть как-то разрешилась в лучшую сторону. И теперь сундук станет больше. Да, магия работает. Кроме того, теперь мы сможем сравнивать предметы. Допустим, нажимая определенную ход кей, ну или связку клавиш, мы сможем видеть, какие свойства у одного предмета лучше, а какие свойства у другого предмета хуже. Ну то есть обычное банальное сравнение. Также разработчики немножко коснулись вопроса карты и миникарты. Они над этими моментами тоже поработали. И теперь настройка, что прозрачности, что позиционирование карты, а также эффекта после позиционирования, будут гораздо приятнее глазу. Из дополнительного добавили часы, а также они исправили тот момент, который был связан с загрузкой. Как вот, допустим, у меня было на технической альфе. То есть я, допустим, возвращаюсь через свой портал на битву с дюрелем, и на тот момент, когда я визуально себя уже вижу на локации, мой мерк уже лежит мертвым. То есть, по сути, физически я загрузился на карту раньше, чем визуально. Так вот, эту ситуацию компания Blizzard исправила. Но также компания Blizzard напоминает, что в августе будут проходить открытые бета-тесты. Обращаю ваше внимание, что на открытый бета-тест может попасть абсолютно любой и каждый. Кто делал предзаказ в Diablo 2 или же не делал, неважно. Поэтому он и открытый бета-тест. Но, те, кто сделал предзаказ на Diablo 2 Resurrected, то на этот бета-тест они могут попасть немножко раньше. Там будет тестироваться мультиплеерная составляющая, ну, как некоторые называют, кооперативная, где мы будем играть в группе до 8 игроков, но не всеми персами, именно на бета-тесте. То есть будут доступны все, кроме Ассасина и Некроманта. Ну, а более подробно о бета-тестах, точнее о дате и время старта этих тестов, я и сообщу уже позже, когда появится более подробная информация. Но пока на этом все. И что вы обо всем этом думаете, пишите в комментариях под видео. Я же с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте, но играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока! Субтитры сделал DimaTorzok